В Мордовии сотрудники полиции и МЧС спасли из задымленной квартиры 90-летнюю пенсионерку. 8 декабря 2021 года в 00.24 в пожарно-спасательную службу Ковылкинского района поступило сообщение о пожаре по адресу. Город Ковылкино, улица Фролова, дом 11. В подвальном помещении 5-этажного многоквартирного дома происходило сильное задымление. В 00.28 на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ходе разведки сотрудники МЧС России установили, что горит строительный мусор в подвальном помещении. Задымление распространилось на первые этажи дома. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Также на место происшествия прибыли участковые полномоченные полиции, которые подключились к работе по эвакуации жильцов пятиэтажки. Выяснилось, что в одной из квартир живет 90-летняя женщина, которая не может передвигаться. Капитан полиции Анатолий Никишкин и старший лейтенант полиции Алексей Роголенков совместно с представителем МЧС и медицинскими работниками незамедлительно направились к ее квартире. Хозяйка квартиры дверь не открывала, в связи с чем было принято решение для оказания ей помощи вскрыть замок. После вскрытия двери и войдя в квартиру, в комнате была обнаружена женщина в бессознательном состоянии. Данную пожилую женщину вынесли из квартиры, после чего она с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС России было эвакуировано 35 человек, из них 7 детей. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Саранские двое местных жителей признаны виновными в совершении квартирной кражи. В Мордовии вынесен приговор в отношении двоих ранее судимых жителей Саранска 1990 и 1979 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В мае в дежурную часть отдела полиции номер 1 УМВД России по городу Саранск поступило сообщение о краже из квартиры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы УМВД России по городу Саранск лица, совершившие преступление, были задержаны. 20 мая осужденные находились в поселке ТЭЦ-2 в квартире потерпевшей, где распивали спиртные напитки. Около полуночи хозяйка уснула. Мужчины решили воспользоваться случаем и похитили сначала ее мобильный телефон, а затем вынесли плазменный телевизор. Технику с разницей в несколько часов они сдали в ближайший ломбард, выручив за нее 9 тысяч рублей. Купив алкоголь и продукты, продолжили застолье в жилище знакомой. Утром следующего дня потерпевший обнаружил отсутствие имущества и написал заявление в полицию. Вину в совершенном фигуранты признали полностью. Приговором суда одному из осужденных с учетом ранее назначенного наказания назначено 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а второму 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В Розаевке местная жительница во время конфликта нанесла супругу ножевое ранение в область глаза. Следственным отделом УМВД России по Розаевскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В июне текущего года в полицию поступило сообщение из больницы. Медицинское учреждение с ножевым ранением левой глазницы, резанный ранный век, из своей квартиры был госпитализирован 28-летний житель Розаевки. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему супруге потерпевшего. В день совершения преступления между супругами произошел конфликт. В ходе разбирательства обвиняемая взяла нож и нанесла пострадавшему ранение левой глазницы, проникающие в полость верхней челюстной пазухи, без повреждения глазного яблока. После этого женщина сама вызвала скорую помощь. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. Свою вину обвиняемые признают частично, и в настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Разыскивается без вести пропавшая Ларькина Светлана Вячеславовна. Отделом полиции номер 4, управлением Министерства внутреннего дела России по городскому округу Саранск устанавливается местонахождение Ларькина Светланы Вячеславовны 1976 года рождения, которая в ноябре 2021 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 8, код города 834-2-29-77-01-76-08-80 или 102. На территории Республики Мордовия зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие за 7 декабря 2021 года. В Октябрьском районе города Саранска в 4 часа 40 минут на улице Косарева неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, не учел скорость конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, приняты меры розыска. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажира автомашины, 35-летний мужчина с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение. В Краснослободском районе в 17 часов 15 минут 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на пол с устречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 47-летнего водителя, который в результате ДТП был доставлен в больницу. В Пролетарском районе города Саранска в 21 час 10 минут на улице Веселовского 26-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана медицинская помощь и назначено лечение. Водитель трезв. На данном участке автодороги выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния уличной дорожной сети. Это отсутствие дублирующих дорожных знаков в пешеходный переход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА